Запись, да, я включил, нашел кнопку. Приветствую, приветствую вас. Здравствуйте. Вы мне написали, что хотите поговорить, потому что вас якобы возбудил вопрос о вере, который вы там смотрели, да? Да, да, да. И что вы хотели спросить или сказать? Ну, я хотел поделиться, потому что это меня возбудило, потому что я тоже в какой-то степени изучаю для себя, самого себя, и вот этот механизм связи всего со всем, как говорится. И вот я хочу как бы... С удовольствием, давайте. Начать, начать. Ну, то есть я буду как бы свой путь, да, расскажу исторически, потому что это как бы, ну, я считаю, что люди это сами все проходят. Так же, как и вы, то есть накопление чего-то, да, и, как говорится, и чего-то преобразование во что-то в итоге, как бы закон сохранения энергии, вот. И мне просто приятно, что вы согласились выслушать меня, так сказать, и, возможно, кто-то тоже понравится, а кому-то и не понравится, потому что я понимаю, как это все работает, как слово, да, возбуждает определенный, так сказать, у людей, так сказать, мышление, и они, так сказать, у них сформировано, так сказать, уже как бы знание, убеждение, стереотипы, они будут этими стереотипами, убеждениями реагировать на меня, на мои слова. Ну, и это нормально, потому что люди, как бы, в своем росте, да, они, как бы, приходят к пониманию каких-то вещей, более, ну, будем говорить, мудрость, мудрость, как бы, опыт, вот. И вот меня в видео зацепило, вот, то есть вот, вот, как бы, вы для меня были на моем пути, это где-то в 2005 или 2006 году книга, вот, метод ключ Алиева, как бы, там, это, типа, русский способ, что-то такое, как бы, решить все проблемы. Я тогда... Это сербское издание, сербское. Это в Сербии издавала Радойко, профессор Радойко, она издавала в Сербии, и там на обложках Кремль наш, московский, и там написано русский метод Алиева, да, да. Это сербское издание. И вот, а тогда в интернете-то еще, как бы, он, ну, слабо работал интернет, только начинался, так сказать, и я в это, купил это в магазине, в книжном магазине, вот. Ну, начну с того, что, как бы... Это вы о другой, это, Олег, вы о другой книге говорите. Наверное, о другой книге, да, о другой книге. Да. Ну, я просто говорю, что это, как бы, одна из первых книг на пути моего, так сказать, познания. А начну, как бы, начну просто со слов Пушкина, чтобы людям было понятно, чтобы они в этот момент удерживали вот это все, так сказать, и попытались, как бы, не откидывать, а как бы, ну, осмыслить, как говорится, принять это пока, не отвергать сразу, как реакция, так сказать, на некие слова, так сказать, да, просто пока принять, допустить, что это есть. Ну, вот Пушкин, да, вот сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. И опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, но случай бог изобретатель. Так вот, человек в процессе жизни, то есть, становится на путь познания. То есть, он, ну, в жизни совершает определенные действия, там, правильно, неправильно, так сказать, шишки набивает, там, страдает, там, радости получает. Ну, то есть, становится на путь познания. Он этого не осознает. Ну, как с детства, там, падает в резетку, там, больно. Пробуй ошибки, пробуй ошибки. Да, да, да. Как раз у нас принцип ключа, принцип подбора путем перебора. Как раз пробуй ошибки. Да, 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 да. И это, как бы, механизм познания. То есть, дальше потом, вот этот вот механизм познания, он, опыт сын ошибок трудных. То есть, вот эта вот реакция на раздражители. Опыт сын ошибок трудных. Это вот опыт, это как, вот эта стречно-волновая функция, как лента Мёбиуса. Она везде встроена, как принцип. Ну, день сменяет ночь. Понимаете, да? Это принцип. Но надо пока принять. Вот это, опыт сын ошибок. Потом включается гений парадокса вдруг. Ты видишь причинно-следственную связь. И вот эта вспышка озарения, это вот и есть гений. Гений удержит это озарение и записывает. Ну, то есть, транслирует, как бы. А откуда это идет? Это как бы, или оно дано, к примеру, гениям, да? Я им не завидую, потому что они определенную задачу, миссию выполняют. Им шаг левый, шаг правый, им нельзя. Они просто, так сказать, как бы, ну, как говорится, посланники Божьи, так сказать. А я среднестатистический. Мне интересно, как бы, это как бы, ну, набивая шишки, так сказать, это постигать. Потому что, как бы, я, мой опыт, да, и опыт других людей, то есть, а интернет, некая коммуникационная составляющая, где я могу, могу брать опыт людей, то есть, вкладывать в голову и соединять. А все же на стыке наука, а стык-то у меня же в голове. И вот, получается, некое соединение, так сказать. Почему говорят, кругозор, да, допустим, или, допустим, и вот это количество переходит качество. То есть, вот я для себя, так сказать, хватая из разных источников, да, как говорится, у меня в голову вложилось, как бы, представление. Ну, понимание. Вот это механики, как бы, божественные механики, я так называю. Так вот, дальше. Гений парадоксов, друг, но случай бог-изобретатель. То есть, вот этот миг настоящего, да, мы находимся, вот, и этот миг настоящего существует. Нет, как бы, прошлого, нет будущего. Но прошлое-то есть в этот миг настоящего. Мы его, как бы, знаем как память. Ну, то есть, возвращаемся к накоплению вот этих вот ассоциативных рядов, тех в тот момент, когда мы эти реакции получили. То есть, как бы, они в нас. Вот. А будущее, это теми же данными мы оперируем, так сказать, то, что будет завтра. Ну, то есть, теми же данными. И насколько у нас здесь сформировалось, настолько мы, как бы, и в этом настоящем находимся, как сказать. И используем это настоящее. И вот повторение мать учения, допустим, привычка и навык, механизм один тоже. Если я в этот миг настоящего буду что-то повторять, не важно что, не важно. Это будет или привычка, или навыком. То есть, это будет полезный, как бы, навык, это, как бы, ну, полезная привычка, это будет полезный навык. А неполезная привычка, это будет, ой, неполезный навык, это будет привычка, как сказать, нехорошая, да, как говорится, какая-то. Ну, то есть, она нужна, не нужна, допустим. И это все, так сказать, в миг настоящий интересно работает, короче, вот. Так вот, получается, что, ну, я все это как бы спонтанно, понимаете, да, без подготовки, как бы, в состоянии... Очень хорошо, так речь прямо так, она... Да, 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 в состоянии, в состоянии некого... Сам вспомнишь, говоришь, не гений, а гениальное вот такое вот соприкосновение к истине. Мы же все гений, мы же все гений, когда мы свободны от рутины, от свободы... Да, 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 да. Вот, и вот интересно получается, что мы вот, как бы, если мы... Ну, дальше, в одном источнике, то есть в Библии написано, человек создан по образу, подобию, венец творения. То есть есть некая константа, конда, ну, как там есть конда, такая вещь, константа. Некий образ и подобие. Подобие – это некий коэффициент этого изменения, этого образа с неким коэффициентом подобия. То есть, ну, коэффициент какой-то вложен. И венец творения. А венец творения – это, условно сказать, разум. И вот в человеке это есть. И нужно раскрыть. Ну, вот это типа, как бы, получается, вот ум, да, это как бы угол мысли. Ну, буква У похожа на угол, да? А М – это, допустим, вот эти, как бы, спиральки, там две, там, ну, это может там и сбуковиться, и сбуковиться. Это главное фокусирование. Ум – это... Да, 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 да. Мы же устройство определенное. Вот, и получается, что разум это развернутый угол мысли, то есть объем. Молодец, молодец, да, да, да. И вот получается, что человеку надо осознать, осознать этот объем. Ну вот смотрите, получается, что дальше что происходит? Допустим, у человека, вот я еще скажу, то, что я произношу слова, слова, опять же, в одном источнике было сказано, в начале было слово. А, ну это вы должны все сейчас удерживать, вот это, как бы, слова эти... Я понимаю, просто в начале было слово, переводы разные бывают, что именно слово, или как перевести это слово на другую... Да, 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 ну я дальше как бы поясню это, в начале было слово, но Конфуций говорил, что мир управляют знаки и символы, не слова, не законы, по-моему так, или не люди, Ну, пока не важно, главное понять, что не слова, а какие-то знаки и символы, а слово состоит из букв, а буква это знак, а знак начинается с линии, а линия начинает с точки, а точка закрывает свет. То есть, как бы, получается, что наши органы чувств, то есть, левое, правое, ну, глаз, ухо, там, допустим, мы считываем, как устройство, эту, ну, сигналы, волны пускают, не будем вдаваться там, да, в эти, как бы, что-то такое волна, там, электромагнитное поле, пока мы в это не влазим, потому что это, как говорится, просто я схему, как бы, описываю. Вот, и получается, что у нас, как бы, а есть левое, правое полушарие, то есть, мы устройство, и вот эти импульсы, попадая в левое, правое полушарие, вот оно, получается, оно, как бы, соединяется, накладывается, у нас же здесь переносика, переносится, диэлектрик стоит, и зарядик туда-сюда бегает, короче, и активирует это левое, правое. То есть, в итоге, получается, что данные совмещаются, совмещаются, то есть, и происходит среднее арифметическое, са, сакральное, у нас формируется вот это зерно истины, весико пикстос там, ну, если брать сакральную геометрию, это тоже, все это, как бы, изучал, не понимая, как бы, ну, накапливал количество. И потом, короче, получается, что это в нас. И вот это зерно истины, то есть, вот это соединение, так сказать, реакции, реакции в нас, да, как результат взаимодействия с внешним, так сказать, или с внутренним, у нас возникает вот это вот наше, что мы накапливаем. Ну, в детстве же не было у нас некого сознания, оно потом формировалось. И вот эти рефлексы у нас формировали некое восприятие, сознание начинает формироваться. И в итоге, получается, что есть сознание, как активная часть, когда мы утром проснулись, активировалось тело, органы, чувства, и мы получаем этот поток информации в нас и постоянно на него реагируем. Вот. И в итоге, получается, а подсознание пофиг, оно, как бы, это все, так сказать, переваривает, утро вечера мудренее, ночью, так сказать, да, как бы, усталость снимается и прочее уравновешивает система, как бы, а мы-то не знаем об этом. То есть, не исследуем, не изучаем, то есть, не стали на путь просвещения, то есть, мы на путь образования-то встали, то есть, мы все образованные, умные, так сказать, как бы, нас, так сказать, вложили некие убеждения, так сказать, вот это вот так, это не сяк, короче, там, законы это, так сказать, нужно исполнять и прочее-то, и прочее, короче. Ну, вот это, то, что как бы в социуме мы наработали, как некие правила игры, как некие ограничения, так сказать, ну, дальше, как бы, она проявлена, эта система ограничений, так сказать, в обществе. Мы должны это, как бы, принимать пока так, как есть, ну, говорим, систему нельзя изменить, да, ну, в системе же люди, а система это некое представление людей, там, политика, экономика, там, всякая, так сказать, фигня. Ну, в итоге, надо понять, что человек это некое устройство, устройство, и как он на это все реагирует, да, так, как бы, получается, у него состояние меняется, то есть, химия тела, ну, химия, ну, допустим, мне больно, да, что-то больно, где-то болит, ну, что-то, там, какие-то процессы, они же химические, физические, там, и прочее, да, как говорится. Ну, будем, если касаться, то что-то боль, да, некое уплотнение, там, некое напряжение, некая-некая прочая скорость, как бы, нет некой, так сказать, ну, протекаемости чего-то, ну, некой связи нет, как бы. Вот, и получается, что дает сигнал, а мы, как бы, на это обращаем внимание, а чем больше обращаем, тем больше болит. А если, допустим, создать в другом месте боль, переключение происходит внимание, и та боль проходит, то есть, и опять же, внимание, да. А в квантовой механике есть эффект наблюдателя, то есть, что это такое, где внимание наше, да, там уже вместе, внимание, как-то процесс уже происходит по-другому. Тело здесь, внимание там, а, блин, а как это может быть? Эффект плацебо, то есть, блин, эээ... А, блин, это что такое? А? Блин, это что такое? Блин? Да. Ну, Ну, это короткое выражение эмоций. Да, 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 да. Как-то речи возникает, у нас напряжение подскакивает, нам надо его быстро сбросить, и мы его коротким эмоциональным выражением сбрасываем. Да, да, да. Ну, вот, короче, вот, давайте от вас там отталкивать, от вашего, вот, напряжение. Вот, что такое напряжение, да, ну, начнем там формулу смотреть, так сказать, в электромеханику там пойдем, в электричество, да, там напряжение, там, сила тока, там, что там, сопротивление, напряжение, как бы, да, два взаимодействующих, третий результатирующий, то есть, три единства показывают, как пространство, время, допустим, время, дистанция, так сказать, и скорость, да, допустим, как раз. И все как бы, и это два взаимодействующих, а третье как бы как функция соединяющая. И это триединство, то есть от этого никуда не деться. И это вот здесь вот осознание. Ну то есть, если на человека перевести, на человека перевести, вот это триединство. Вся фишка в триединстве, там религии там аврамические, они каким-то образом там создались, да, допустим, и как-то они разделились по причине того, что, ну, у каждого формировалось некое убеждение, так сказать, по отношению к чему-то, да, к себе и к миру, так сказать, как некое взаимодействие. То есть в итоге, в итоге получается, что, ну, если чисто вот, допустим, рефлексия, да, это... Можно я вопрос задам? Да. Таким образом, как я понимаю, получилось, что такое вот многосложное, противоречивое, противоречивое, что происходит в реальности, в знаниях, пониманиях. Всё таким каким-то образом систематизировалось в определенную картину устройства мира. Вот сейчас. Да, 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 да. А затем мне это устройство рассказываешь. Я описываю, как бы, своё, так сказать, это, да, вот, через слова. Вот смотрите, получается, что у нас есть некая, как бы, обработка, ну, как наш собственный компьютер, биокомпьютер, который обрабатывает вот эти вот, как бы, реагирует на слова и возбуждается на соответствующий образ. То есть слово – это некая команда. Ну, как в поиске ОК мы забиваем слово, да, и оно вытаскивает определенные эти странички, связанные с этим словом. Также у нас, то есть мы созданы по подобию, как бы, и сами создаем подобие. То есть интернет – это, как бы, в принципе-то, проекция, будем говорить, человеческое создание матрицы, то есть, как бы, определенной информационной среды. И мы находимся в некой среде, тоже можно назвать это матрицей, но мы её не знаем, как бы, не пытаемся понять, как это целостно, едино работает, что как мы взаимосвязаны с космосом, так сказать, как макромир и микромир связаны. Какая, какая вещь это связывает? Так вот, ну, это уже будет… Это самый интересный момент. Это, вот, это самый интересный момент, Хасайм, как бы, но он самый, как бы, сложный. Надо понять сначала себя, как мы устроены. Вот потом уже, потому что сразу конфликт возникнет. Вот смотрите, как возникает конфликт. То есть непонятно, то есть нужно пойти же непонятно, чтобы было понятно. Ну, вот смотрите, как происходит на словах. Нужно внимание. Вот есть такое, ну, слово, да, внимание, а есть функция, явление, как человек, ну, смотрит, внимает на что-то, да. Потом концентрация, удержание этого внимания на чём-то, концентрация. Потом происходит, как бы, осмысление, то есть происходит некое, как бы, рассудок работает. Вот этот ум, угол мысли, так сказать, вот этот зарядик бегает. Осмысление, а потом приходит понимание, а потом приходит знание. Так. Знание, как бы, ты можешь эту теорию, условно, вот это, как бы, ну, где-то ты взял это и пошёл проверил. Работает, если, значит, блин, так оно есть. Так, то есть. Понимаете, да? Я понимаю, да. Вот. А всё же возникает, как вот здесь реакция, то есть, как говорится. Да. Вот. И мы, как бы, сформированы. А смотрите, ещё фигня такая. Почему мы, ну, как нас, то есть, как программа работает? Вот левая, правая полушария. А что мы получаем? Импульсы сюда. Эти импульсы, как бы, ограничиваются чем-то, ну, структурой. Импульс, импульс источником является Солнце. Он создаёт дискретность. Он создаёт линию гравитации. И вот этим потоком вертикальным, ну, мы же идём, не падаем, да? Ось вращения, совесть. Ну, тут много моментов таких вообще гениальных. И крест мы несём, как бы, вот это вертикальное, да, отвес. И горизонтальное, как бы, вот это, горизонт. И тут, как бы, вот эти слова, Господь, там, Творец, как бы, там, вот эти все, как бы, они все, как бы, нам, как бы, да, потому что в Слове Свет, как бы, да, а в числе, ну, число, соотношение величин одной мерности. То есть, человек измеряет, и число в нём, вот это, как бы, совмещение. Когда мы совмещаем, получается соотношение определённых величин. То есть, да, что такое число? Да, и что такое цифра? Ну, это всё слова произношу. И это здесь ум должен различать. Ну, к примеру, страна и государство, да? То есть, а мы, как бы, живём на автомате, как бы, типа, всё знаем, но нифига не знаем. Так вот, давайте вернёмся к напряжению. Вот я не пью уже и не курю уже 10 лет. А я работаю в такси, вон, там видно картинка, короче. То есть, люди разные. А так как я знаю, как человек устроен, ну, потому что я себя изучаю и понимаю, что люди так же устроены. У них есть определённый алгоритм, то есть, заложена программа. То есть, если человека оскорбляешь, он будет оскорблять. Если его ударил, он тебя бьёт. Ну, как бы, такая функция. Я знаю, что, допустим, ну, садится клиент неадекватно. Я говорю, не поедете. Объясняю, почему, так сказать. Ну, с пивом, садится со стаканом пива. Ну, то есть, ну, понимаете, да? Садятся твое парней, короче. Ну, они ещё не пьяные такие, видимо. Они, видимо, там, четвёртый стоял, бутылку, короче, разлили, так сказать, и садятся. Я говорю, ребята, я не тороплюсь, да пейте, поедем, короче. Ну, в итоге, получается, я начал пытаться объяснять, так сказать. Они-то не поняли. Я говорю, куда торопимся? Я его ввёл в эмоцию. Ну, вывёл на эмоцию для того, чтобы, ну, как-то сделать так, чтобы он из машины вышел. Он регулировать хотел, да. Да, я его ввёл в эмоцию. То есть, мне интересно было, куда он торопится? Он говорит, меня сын ждёт. У него там день рождения. Я говорю, тебе пиво дороже сына? Я его зацепил на эмоцию, так сказать. Ему это не понравилось. Он начал меня оскорблять. Но так как я знаю, что человек – это и устройство, биологическое устройство, и он не знает о себе ничего, то почему я должен на него обижаться, на оскорбление? Ну, понимаете, да? И вот здесь вот… Ну, это интересный этический момент. Ты для эксперимента это делаешь, а он как живой человек реагирует естественным образом. Он думает, ты его не уважаешь. Ну, ты эксперимент делаешь, а он же живой человек. Ты ему скажи, я исследователь, я эксперимент делаю. Извини, пожалуйста. Он тогда по-другому подойдёт. Он скажет, найди время для своих экспериментов и не меня, потому что я к сыну спешу. У вас возникнет нормальный диалог. Вот здесь вот, касаясь Маговедовича, нормальный диалог. Вот здесь вот нормальный диалог, он возникает только тогда, когда люди говорят как бы на одном языке и говорят на интересующую их тему, то есть на тему, которая выше их, то есть которая объединяет их. А есть ли люди с разных сословий, с разным уровнем подготовки? А ты знаешь, вот допустим, Олег, допустим, вдруг бы ты затронул интересующую его тему, и вдруг бы ты оказался необыкновенно интересный человек. Ну, я так и делаю. Так в машине происходит. Меня потом благодарят. Допустим, одна женщина ехала... Это потом, когда вы разговариваете. А тут ты его задел, понимаешь ли? Я его задел. Но, смотрите, это был, так сказать, спонтанный эксперимент. Потому что эмоции, эмоции, они всегда закрывают человека. Да-да-да. Они не позволяют ему видеть мир шире. Да-да-да, я согласен. Эмоции, она закрывает всё. Поэтому мы учим в школе у нас, учим людей управлять своими эмоциями для того, чтобы не только ум, не только он фиксировался на инстинктах самосохранения и самоутверждения, а чтобы разум был, чтобы он мог видеть его в целом. Чтобы он мог увидеть тебя, что ты прекрасный парень, можешь с тобой поговорить. Ну, я же ему объяснял сначала нормальными словами, что это жидкость. Она может облиться на него, машина трюкнет. Понимаете, да? Я же ему, так сказать, не объяснял. Вот разумный человеку я объяснял. Но так как он этого не понял, я перешёл в следующую стадию. Мне надо было, чтобы он вышел уже. Потому что ехать я не мог. И как бы задерживаться тоже, как говорится. Мне нужно было, так сказать, ну, понятно, да? Решить свою задачу. Моя задача, как бы, удовлетворять, так сказать, клиентов. У него была задача быстренько выпить и быстренько поехать. А ты в этот момент в его алгоритм намеченных действий включился, его автомат вырубил. Да, да, да. То есть программа начала. Самоутверждаться, самосохраняться. И у вас начался конфликтный момент. Ну, конечно. Так вот, ну, так как я знаю, как это всё происходит, да? Ну, как человек устроен. То я понимаю, что следует... Вот смотрите. Он меня стал оскорблять. Я, естественно, не реагирую. Потому что я понимаю, что, как бы, я создал этот прецедент. Если я буду обижаться, так сказать, на некую... Ты бы извинился просто и сказал, извини, я не думал, что тебя так заденет. И всё, он бы успокоился. Нет, там интересно. Смотрите, что дальше работает. Как это работает. Я сижу спокойно, так сказать, даже улыбаюсь, как бы. И жду, когда программа раз проработает. Ты, ёлки, исследователь. Ну, ты, исследователь. Я буду задействовать вопросом. Если не хочешь, не отвечай. Да. Вот я так думаю, что женщины, они носят в себе истину. Саму жизнь. А мужчины – открыватели истины. Ну, да. Мне интересно, вот, жена твоя, как к тебе относится? Если не хочешь, не отвечай. Ну, короче, одним... Двумя словами. Она ко мне относится нормально. Вот. Но она говорит, ну, ты такой умный, а почему такой бедный? Ну, понятно, понятно, она же жизнь, да, да, понятно. Это общая такая стереотипная реакция на мужчин, которые думают всё время. И вроде бы вместо того, чтобы как Пётр Иванович пошёл себе там квартиру большую купил, вместо этого он думает, вместо того, чтобы делом заниматься. Для неё твоё думание, а не дело. Да, 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 да. Ну, потому что, ну, вот, ситуация такая, их так зарядили, алгоритм такой. Их зарядили таким, такой идеей, если ты умный, где твои деньги? А я смеюсь, знаете, вот, ну, как бы там же и генетикой интересовался и прочее. У женщин, да, хромосомы XX, а у мужчины XY. Ему палочки не хватает, а он всё время бегает и ищет эту палочку. Ну, понимаете, да, как я говорю? У женщины всё уравновешено, так сказать, а у мужчины не хватает палочки. Я тебе могу, как человек постарше немножко возраста, у меня уже 70 лет, могу дать один совет. Ты очень дубознательный человек, очень дубознательный и мыслящий, и мыслящий. И ты вот видишь, сколько перелопатил, обработал информацию, сложил себе модель восприятия вещей, структуру, систематизировал. То есть ты, по сути, как это называется, прокачал всю эту информацию, как говорят сегодня молодые, и у тебя есть определённая схема, как устроен мозг, как устроен мир. И ты хочешь на эту тему с кем-то говорить, обмениваться мнениями. Вот хотел с пассажиром поговорить, с женщиной, как ты сказал, хотел поговорить, и, видимо, нашли там общий язык о чём-то. Ты, как и я, как и любой человек, ищем единомышленников, то есть тех, кого интересует то, что интересует нас. Чтобы мы могли с ними, не самоутверждаясь, а вместе о чём-то думали, то, что нас дальше интересует. Чтобы они были сотворцами. Мы всё время ищем этих людей, братьев по разуму, а не только по уму, которые на чём-то зафиксированы. На деньгах там или на чём-то одном. Конечно, я уверен, что и деньги нужны, и твоя жена права. А как же она может тебя кормить и детей поднимать на ноги? Женщины истину носят, а мы вот открыватели, мужчины. Хотя женщины могут обидеться, что они тоже открыватели. Ну, конечно, они открыватели, но у них на эти открытия, как у нас, времени меньше. И поэтому они быстрее пытаются, чтобы результаты были какие-то. Давай мы с тобой придумаем. Вот для таких, как ты, для таких, как я. Ну, какое-то вот мероприятие, чтобы все туда вышли, взумили, что обменивались идеями. Какую-то тему для ликбеза такую придумаем. Бесплатно сделаем. Пускай все, кто хочет поделиться философскими мыслями, хочет найти единомыслие. Пускай, пожалуйста, нас же много таких людей. И никто не имеет возможности пообщаться. Потому что все изолированы друг от друга. Хасай Магомедович, смотрите, моя цель не это, допустим, моя цель то, что я сегодня знаю не с точки зрения, что я вам сейчас выложил через слова. Я сейчас столкнулся с изучением инструмента, который, так сказать, вот эту проекцию принципиальной схемы показывает воочию. И человек может воспользоваться, любой человек может воспользоваться. Но это инструмент настолько простой, настолько, как говорится, очень простой, что он настолько недоступен для человеческого восприятия. Почему? Потому что, когда мы читаем тексты, мы думаем, что в книгах есть знания, в книгах нет знания, в книгах есть просто раздражители для ума, для вот этого сознания. То есть есть сознание, есть подсознание. И это целый объем. Но так как мы в сознании активно, у нас доминанта левого или правого полушария. То есть, когда мы смотрим на текст или на там крутящуюся барышню, мы обращаем внимание, что она может крутиться влево или вправо. Это говорит о том, что доминанта всегда, когда мы удерживаем внимание, концентрировываемся, у нас доминанта всегда или левого, или правого. Расфокусировать, то есть соединить. Это нужно войти в объем. Так вот этот инструмент, называется циркуль, он позволяет через диск, ретность, как бы войти в этот объем. Это выход, это выход из... То есть вход в информацию, то есть в иную форму. То есть в итоге это, блин, смерть Кощей на игле. Это вот... То есть сим-сим откройся. Это вот туда, куда Иван Дурак погружался. Это вот... Вообще этот текст, это иррационально. То есть вот это возбуждающее наш, выращивающийся, включающийся вот этот разум у нас. И как бы то, что в миг настоящего, как бы смерть, рождение смерти, это переход из одного состояния в другое состояние, это есть как бы разумная функция человека. Мы просто явились сюда, а явились импульсом, краткий я. Краткий импульс А. От А до Я. То есть пройти вот этот момент. То есть в итоге, получается, буковки, как знаки, через объем, то есть возбуждение здесь обмоток, а там работает квант Тор. Тор, торсионные поля. Короче, это в нас. И это, это наука, как неведомо, ну, неведомо А квантового уровня. Наука. То есть слова настроя, настроение, настроение, правила, правила, закон, да, кон, допустим, за, по, кон, врач, срать, ну, допустим, слово врач. Меняем буковку срач, грач. То есть образы сразу. Представляете, как? А как НЛП работает, как гипноз работает. Вот, вот этот механизм веры, когда вы говорите, да? Че, че, вот, вот. Так вот, смотрите. Мое напряжение, когда кто-то что-то произносит, у меня мужики, ну, вот, как я реагирую на окружающий мир, как бы и внутренний, и внешний. Вот, ну, еду, говорю, я, ну, мужики там начинают говорить о чем-то там, о пьянке-гулянке, ну, к примеру, там, болею с похмелья. Я говорю, я уже 10 лет не пью и не курю. Они говорят, а как ты расслабляешься? Я говорю, а я не напрягаюсь. То есть я не создаю напряжение в себе, как изначальная реакция. Ну, вы же понимаете, что там работают психиатрия и психология в миг настоящего. Реакция на раздражитель, понимаете, да? Психиатрия – это архетипы, прототипы, а психология – это вот от коромысла «хочу» и «не получается». То есть тут многоуровневая система. Ну, психология в сознании, а психиатрия, она работает на уровне, так сказать, подсознания. То есть на уровне, и это все геометрия, это все квантовые уровни. И эти квантовые уровни, циркуль показывает, как это устроено. Эти все Аллах, Будда, Мухаммед, Иисус и прочее. Бог – это слова, которые порождаются с этого квантового уровня. Они строят. Тор – точка орбитального радиуса. И как это увидеть воочию? Берете циркуль. То есть, смотрите, Хасам Магомед, это будет социализироваться, то есть также все социализируется с точки зрения коммуникации. Человек обращает внимание, начинает как бы, вот как происходит. Вот человек, ему непонятно что-то, он не хочет непонятное, он хочет, чтобы было все понятно. И поэтому нам лапшу вешают с точки зрения понятных образов, светлого будущего. Понимаете, да? А я всегда смеюсь, короче, вот когда из Советского Союза правила игры. Одни и меня в рыночные отношения, правила другие. Но я попался. Я уволился в 90-м году старшим лейтенантом. Я за два дня зарабатывал злоемесячный оклад. Молодому парню в рынок этот начальный, как бы, ну, понятно, да, в новые условия. Для меня это было, ну, тем более, свобода некая, как бы, некая, как бы, и прочая, так сказать, вещь, так сказать, некая, ну, непонятно. Ну, это было, все были довольны, все были рады, так сказать. Но правила игры, они существуют, как некий, так сказать, миром управляет порядок. Он должен быть, да, и кто-то этим управляет. Ну, это уже работает, как бы, вот эта система эгрегориальная, школа, семья, институт и прочее. То есть нас программирует вот это вот, формируя вот эту рефлексию, реакцию на некие раздражители. И у нас формируется стереоубеждение таким образом. И мы есть то, что в нас вложили. Воспитание, питание, что у нас? Пи, число пи, соотношение. Ну, я вываливаю тут все подряд, короче. И кто это слушает? Олег, ты хорошую вещь сказал. Ну, истина такая простая, она прямо на полупрости, поэтому... Да, она простая, истина. Ну, скажи, какая она, ну, о чем ты хотел сказать? Истина – это просто вот миг настоящего взаимодействия. Это результат взаимодействия. Это есть истина. Ее мы не видим, как время. Время же нельзя потрогать. Но можно осмыслить, осознать. И это в нас, как в Царстве Небесном, вот этот вот, вот этот вот философский камень, этот разум, то есть объем надо. Вот он здесь. Это у нас постигается в состоянии вот этого безмятежного состояния. Да, 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 да. В любом состоянии свободного сознания, где нет штампов, стереотипов, комплексов. Да, 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 да. И ваш метод помогает человеку выйти из некой, так сказать, да... Задействованность и постоянной эмоциональной задействованности выйти на безмятежность. Ну вот у вас асинхронность. Да, да, да. Это в разум открывается, а не ум, который состоит от того, что эмоционально, да. Да, 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 да. Ну вот смотрите, у вас асинхронные движения. А есть это трехфазный асинхронный двигатель. Схема его, шестиконечная звезда, ну, этот, Давидова-то звезда такая. Ну, это же не просто так, это константы, то есть как бы некий механизм взаимодействия. Или кундалини там, допустим, это та же самая, треугольник в треугольнике. Ну, законы природы, хочешь не хочешь, приходят, потому что ты будешь иметь совесть. Посмотрите, фишка-то в чем? Фишка-то в том, что язык русский, Русь, радиус угла света, ну, радиус это рэ, так сказать, вот это вот, с палочкой, это вот это встречная волна. И все это исходит из циркуля, циркуль это показывает. Ну, у масонов там вот это в знаке, так сказать, и в Библии там, этот, 15-16 века там, гравюра там, бог там с циркулем нарисован. У тебя хороший, у тебя хороший вот этот вот, когда сходится, расходится. Вот, да, это хорошего у тебя получился, да. Там взять вот, вот люди ученые, знаете, вот я над учеными, мне нравится, так сказать, они же как, они же вот какую-то схему там есть, ну, разные люди, так сказать, и прочее. Ну, как это работает, блин, ну, вот есть в интернете плоскоземельщики, плоская земля, там, и люди, представляете, вот люди не знают же, да, а им, как бы, повторение мать учения говорят, и они, не знают, и допускают это, а потом начинают соглашаться с этим, а потом, как бы, это они, если, она понятна, программа как, вот когда люди поймут, что вот эти все, да, вот эти вот вещи, так сказать, это вот, блин, чисто, так сказать, ну, как нам продают товары, как продают вот это. Я хочу, чтобы мы завершили наш разговор вот чем. Все ждут, вот они слушают, 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 кто слушает, он ждет, кто слушает, кто не слушает, уже давно спит, кто слушает, он ждет, что же мы в конце концов скажем. Я знаю, что бы я сказал, а ты знаешь, что бы ты сказал сейчас? Хочешь, я скажу сначала, хочешь, ты скажешь сначала. Давайте я скажу тогда, чтобы, как бы, вы, как авторитетный человек, а я, знаете, так сказать, не авторитет, и вот здесь интересно, как это работает, авторитет, не авторитет, понимаете, в чем дело? То есть вот этот механизм веры, то есть, как вы сказали, там, скажи человеку, да, вот это умными словами, и он думает, что это так, он же не знает, и он, как бы, соглашается этим, и это работает. но работает же в нем оно, он же работает сам собой, я на целителя ездил учился, нам физик преподавал, там я расскажу такие вещи, но это все на человеческом внимании, то есть сам человек может сам собой творить чудеса, изменять себя, и люди, все в нас, блин, встроено, и Хосе Магомедович об этом говорит, но нам сложно это понять, потому что опыт сын ошибок трудный, мы не накопили еще количество, а оно не перешло через вспышку озарения в качество, ну вот у меня эта дребедень произошла, как говорится, происходит, я просто... Ну, ты просветленный, можно так сказать, молодец, я хочу тебе кое-чему научиться, я поэтому и хочу, чтобы ты сейчас сказал что-то, чего я хочу понять, Я очень хочу тебя понять, вот то, что ты мысль вот эту сказал, это все так просто, мы не понимаем, хоть бы как бы приблизился к ней, вот, ну, каждый человек же хочет узнать что-то новое, вот, я тоже хочу, может быть, еще люди хотят, ну, скажи, ты сказал, я раньше скажу, ну, скажи ты. Ну, я, вот, то, что я как бы осознал сегодня, вот, соединил, и основанием всему является циркуль, циркуль просто это показывает, доказать, то есть казать, то есть он кажет, и человек, когда смотрит на эти линии, у него наводка происходит, у него, его образы вложены, они как бы, ну, встречно-волновая функция возникает, и как бы... Ну, как этот циркуль применить в практике, чтобы человек знал, какое решение принять, жениться или разводиться, как детей воспитывать, как этот циркуль применить? Ну, это, знаете, это как в первый классах садиться, это надо за парту садиться и начинать с простого, просто взять и повторением отчучения начинать это делать, потому что, а человек плюется, все ученые плюются на это, когда глядят, смотрят. А это механизм, ну, вот каллиграфия, да, там, допустим, или фрактальный рисунок есть технология, ну, вот вы рисуете, это же не просто так, понимаете, в чем дело? То есть, у вас включается вот этот механизм, не просто так, это как бы вот эта встречная волна, то есть вы свое состояние передаете, допустим, я тут смотрел, я тут смотрел, как бы, картины, там, самые дорогие картины, там кто-то вот просто на холсте там чем-то вот молюет, вот эти, вот эти, вот эти, и как бы фишка-то в чем? И это дорого стоит, и там люди что-то видят, а смотрите, как происходит, это как вот человек смотрит, да, ему сказали, это гениально, кто-то сказал, и он смотрит, а сказать что-то не гениально, это хрень, он не может, но тут еще такая фигня есть, гениально, то есть вот, вот эти линии могут навести какие-то у него, в резонанс ходят, какие-то образы активируют, и каждый человек в этом что-то увидит свое, и вот это, как бы, видимое внутри, он не может переосмыслить, как это работает, и он соглашается, что, блин, да, он видит там что-то такое, понимаете, да, и, но как это работает, самое главное, а не то, что это формирует в нас, вот почему у Сталина была соцреализм, а не не вот это, понятно, да, вот это, как это называется-то, блин, когда, ну, что хочешь, что рисуешь, как бы, и прочее, и как вот таким образом многообразие правильных форм, как вот это все нас, так сказать, привело к свободомыслию, так сказать, к разным представлениям, вот это, почему мы сегодня имеем вот такой, как бы, якобы, хаос, но это не хаос, это некая внешняя свобода каждого индивидуального человека, но в рамках, в рамках, да, этики, понимаете, в рамках этики, и этика это слово, энергия точки и к основанию, то есть, это соразмерность, некого, как бы, мы измеряем все, зависим с того, насколько мы понимаем, и вот это мера, чувство меры в нас, понимаете, да, и мы измеряем это все. Я понимаю, но сегодня, к сожалению, мы живем в больное время, больное время, у нас нет никакой рыночной экономики, это большое заблуждение, по моему мнению, вот ты умный человек, работаешь таксистом, дай бог тебе здоровья и успехов, и денег, все это, ну, ты же мог бы больше сделать для людей, больше сделать, если бы ты делал то, что ты хочешь делать, а не вынужден делать, вот именно вот сегодня, в 21 веке, в 21 веке, у тебя же больше талантов, больше возможностей, чтобы ты мог больше себя открыть. Мы живем в одном обществе, потому что у нас не рыночная экономика, к сожалению, и даже не капитализм. У нас сейчас такой отброс назад, у нас сейчас управляет кучка олигархов, а мы все подчиняемся, а нам всем говорят, работай над собой. Так вот, Хосем Магомедович, так вот, суть-то в чем? Вот люди должны в данный момент сейчас сами понять, что это в них вот это все встроено. Вот этот разум, так сказать, это их, и только они в себе откроют в результате, вот сколько нам открытий чудный, готовит просвещение дух, когда мы встанем на... и, смотрите, и миссия человека, ну, вот русскоговорящий, я не говорю, суть-то, русский это не принадлежность какой-то национальности, русский это человек, который, ну, условно, проживает на территории, потому что территория формирует менталитет, и говорящий на русском языке. Так вот, смотрите, я могу сказать, я рус, то есть я поднимаюсь, кей, я русский, понимаете, я осознал механизм роста, скорость, радиус описан светоточкой, то есть получается во мне импульсная энергия, краткая импульсная энергия солнца, во мне, и это закономерно, то есть я расту не только физически, то есть тело, я и расту вот это. И поэтому человек, допустим, у человека есть же цикл достаточно, достаточно, то есть 100 лет, по 25, там, 25, это, так сказать, созревание, 25, это социальная задача, дом, дерево, там, машина, так сказать, а дальше 25, это лично эволюционное, так сказать, а следующее 25, это с посохом ходишь, обучаешь людей, то есть преемственность поколения должна быть выстроена, но это через осознание механики божественной, как вот это творчество же всех и хотят запустить, как этот механизм работает, так вот это в нас, и как, как это должно, то есть выстроена соответствующая система подготовки, и воспитание там, ну, воспитание, это же как бы там же два метода в это, убеждение, принуждение, то есть наказание, как форма, так сказать, ограничивающая, она должна присутствовать, но мы наказание воспринимаем, как не хочу, понимаете, да, я хочу вот так, а что такое хочу, вот это вообще такая система человек, и вот поэтому, если мы не знаем, как мы устроены, мы совершаем под эмоцией, так сказать, под определенным желанием, так сказать, под определенным разложителем определенные действия, а если мы знаем, что у нас есть мышление, речь и действия, мы начнем, и нужно научиться управлять мышлением. У нас, к сожалению, для этого тех слов нету, потому что две тысячи лет назад сказали какие-то слова, человек это, Бог это, любовь, а при этом дали заповеди, чего нельзя, чего нельзя, чего нельзя, а чего нельзя, и вот Бог это, любовь, и вот никак они не согласуются, и сегодня время, когда надо уже новый язык слов писать, поэтому мы там и пишем науку человечности, что Бог в человеке – это творец, что вообще это творческое состояние, когда безмятежность наступает, и ты постигаешь, о чем ты думаешь, без всякой этой задействованности остаешься самим собой, лучше понимаешь, потому что там у тебя геномы начинают работать, выработанные миллионами лет эволюции, которые вне времени и пространства сегодняшнего, независимо от того, что тебе насаждают, что деньги, если ты умный, где твои деньги, что бы тебя не насаждали, когда ты освобождаешься от стресса, от этих штампов, геном твой, выработанный миллионами лет эволюции, человеческий геном, который выработан через все эти многовековые фильтры эволюционного отбора по закону сохранения энергии, да, инстинкт выживания, а здесь ты в этом состоянии уже становишься созидательнее, ты начинаешь понимать, что такое Бог, ну, людей же что разделило? Для одних Бог – это живое существо, которое в любой момент перстом может войти и поменять твою судьбу или чудо сотворить. Для других это законы природы, где причинно-следственные связи, вот этот разум, вот эта ответственность человека за свои поступки, за свои деяния. Вот что разделило людей, что мы мыслим до сих пор теми древними словами, а каждый век требует их переписывать заново и заново, и объяснять новому поколению, что это означает. Любовь, сопереживание, сочувствие, дружба, товариство, созидание. Все это должно же, а то путаница такая у всех голова. Поэтому надо все начать с определения понятий. Ну, вот смотрите, определение понятий. Так вот здесь и получается, будем говорить, ловушка. Ловушка на чем? Определение понятия. Вот смотрите, получается, что некое слово, одно слово, описывают другие слова. То есть, и вот мы когда читаем тексты, вот непонятное слово, мы идем в справочник, или потом понимаем, что это слово нужно понять, чтобы понять это слово, прийти к какому-то понятию этого слова, нужно прочитать целую книгу. Понимаете, да? Разобрать. Вот это. Что? Что? И вот, а фишка-то в чем? Нужно прийти к простому. Когда человек пойдет к простому, потому что сложно, это не ложно, это просто сложена, сложная спираль. Витки. А витки, они вот здесь вот. Это понятно, что они там. Так вот, вот смотрите, получается, что, а слово, как знак, он как бы, он эти витки возбуждает, торсионные поля, тор, точка, вот, короче, генератор у нас работает, и он как бы обрабатывает, то есть мы, некое устройство. И вот смотрите, вот это рефлексия, надо людям выйти хотя бы из рефлексии, то есть из реакции. Реакция – это всегда вот раздражитель. И вот надо вот эту реакцию понять, как это формируется, и научиться управлять этой реакцией. А нужно понимать, что реакция создается вот этой рефлексией, и она переходит в дуальность. Добро, зло, хорошо, плохо, понятно, непонятно. Об этом же они все и говорили, и Будда говорил об этом. Да-да-да, так это в нас. Вот смотрите. Мир, мир, миролюбие. Так вот, смотрите. Бог и Христос говорил об этом, и Моисей говорил об этом. Просто разными словами говорили. Да-да-да, вот так вот, смотрите, это в нас просто. Я просто говорю, что там в человеку, в человеческую природу, в некую сущность, суть вложена. То есть получается, что левое полушарие, правое полушарие, как запад, восток, как левиты, как православные. То есть в итоге получается, что там левый виток и правый виток активно слева. Мы уже себе разделены, когда через рефлексию принимаем какое-то решение, действие, то есть мы принимаем, понимаете, да? Нам сказали, что это так, идем туда. Я торговал на фондовом рынке. Я попался в рефлексию, я попал в зависимость. Вот эти эмоциональные горки, я в них попал. Потом я просто залез в некую, так сказать, долговую яму и остановился. Потом начал нарабатывать это, изучать. Сорос написал книжку «Рефлексия». Цена на рынке меняется не по причине того, что... Алло, что-то тут у меня тут. Не, не, нормально, нормально, нормально. Цена на рынке меняется не по причине того, что в экономике происходят какие-то... Алло, слышно меня? Слышно, слышно, слышно. Что в экономике происходят какие-то изменения, а просто создается информационный файл в результате чего? Люди идут, покупая или продавая акции. Ну, понимаете, Трамп заявил, Путин заявил что-то и как бы курс рубля, так сказать, изменился. Так вот, бьют наших и побежали, а наших там не было. Это Майдан. Поэтому вот эти вот вещи, так сказать, на напряжение, они работают вот таким образом. А люди это не понимают, потому что они биороботы. Как бы они не обижались бы, они биороботы. Биологическое устройство, в котором встроена некая программа, которую нужно в себе просто осознать. Мы устройство, блин. И когда мы осознаем это устройство, гениальность вот этого, блин, все вместе. Мы нахрен пошлем всех этих, блин, капиталистов, блин. Там же как система работает. Вот в Советском Союзе система работала, перераспределялась в интересах большинства. Да, было идеологическое, не было Бога, не было, так сказать, второй части, так сказать, вот это творческое, как бы. Как она использовался, человеческий потенциал. Ну, то просто Бога с совестью перепутали. Мораль это нравственная, она была и в социализме. Просто перепутали. Потому что думают, что Бог это где-то наверху. Но Бог же в времени бесконечность, он не может там, везде. Назай, Магомедович, они Бога увидят, когда циркулем начертят, как бы, и вот букву Б, Б это Г и О, так сказать. Одна Б, и вот она, три единства. И вот там говорят, не надо расшифровывать, так сказать, слова, не надо декодировать, блин. Так это и есть программа, когда свет и тьма. Это вот, смотрите, вот свет, а вот линия, которая закрывает свет. И это все едино, так сказать, пульсирует. Олег, я тебя очень прошу. Дело в том, что запись у нас идет долго. Человек, который это смотрит, может... А, ну да, я понимаю, да, все. Я тебе предлагаю, мы в следующий раз еще раз встретимся. Я уже понял манеру, как ты говоришь, ты понял мою манеру, как мы говорили. Потом в следующий раз будет проще разговаривать, взаимопонимание будет больше. Я уже понимаю, что мы можем... Хасай Магомедович, это как бы не для людей, это вот для вас было, потому что... Я понимаю, но я хочу, чтобы вы все посмотрели, потому что... Да-да-да, это нормально, да, нормально. Особенно мне понравилось вот это вот... А вы зайдите, я же скидывал там в общий чат ссылочки на циркулярную графику. Коля Рогов, забейте в Яндексике Коля Рогов. Отлично, вот и хорошо ты сказал. Мы же все люди, мы же все люди как бы что-то вытаскиваем, так сказать, гений, парадоксов, друг. И как бы обмениваемся, как бы приходим к общей схеме, понимаете, да? Да-да, я тоже так думаю, что мы все одинаково устроены, да. Так что... Спасибо тебе, Олег, давай в следующий раз встретимся, пиши мне, пиши мне. Я с удовольствием, с удовольствием, я открыт для общения. Я тебя обнимаю, до встречи. Спасибо тебе большое. А я тебе сейчас запись, ты там откроешь, там она записалась, ты можешь нажать кнопку, открыть. Я напишу твою фамилию, Сбродов Олег, беседа, и кто захочет в Ютубе посмотрит. Да. Мне интересно, отзывы будут какие, если нам напишут. Комменты, конечно, конечно. Ну, там же все друзья, ну, всем же интересно. Там есть отзывы. Как человек там обсуждает, чего они хотят вообще сказать, да чужие они все говорят, да никак не выскажут. Ну, это же интересно все, да. Мне нравится, когда отзывы пишут. Чего-то там оно обкурился. Там есть такие, которые просто и самоутверждение, и самоутверждение, еще не зная, о чем речь идет, они сразу начинают включаться таким образом. Это эмоции. Ты абсолютно прав, что эмоция делает разум, разум, умом, закороченным на какой-то объект, эмоция. И больше всего эссинк самосохранения, вот это эссинк самосохранения, самоутверждения, вместо потребности в созидании, в творчестве, в любви. Да, 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 действительно, чтобы раскрыть разум, надо научиться управлять эмоциями. А для этого, если у Будды было состояние нирваны, безмятежности, у нас это называется нейтральное нулевое состояние свободного сознания, то же самое у Христа, то же самое у Моисея было. Просто они на разных веках, разным языком пытались это донести. Ну, ладно. Давай тогда, до встречи. Спасибо большое. И вот через, там, сколько-то времени, ну, через полдня, там, посмотришь. Да, хорошо. На ютубе. Спасибо. Спасибо тебе, Олег. Спасибо вам, что это, уделили. Ну, что-то я с удовольствием с тобой разговаривал. Спасибо тебе. Я тебе очень благодарен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok